Перец Сергея Владимирович Перец Сергей проходил срочную службу в вооруженных силах Советского Союза, служил водителем в одной из воинских частей в городе Североморске Мурманской области. С 1989 года работал монтажником сантехнических систем в жилищно-коммунальном хозяйстве города Кандалакша Мурманской области. В декабре 1991 года Сергей поступил на службу в органы Министерства внутренних дел, служил инспектором дорожно-патрульной службы Кандалакшского ГУВД Мурманской области. В ноябре 1994 года переехал в город Череповец, где поступил на службу в отряд милиции особого назначения при УВД Череповца. С декабря 1996 года по май 1999 работал госавтоинспектором ГИБДД УВД города Череповца. С сентября 1995 года по май 1998 Сергей учился на заочном факультете Вологодской среднеспециальной школы подготовки среднего начальствующего состава МВД России. Ныне это Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации. С мая 1999 года командир моторизированного взвода отряда милиции особого назначения при УВД города Череповца в Вологодской области. В составе отряда ОМОН Сергей выезжал в командировку по пресечению межнационального осетинно-ингушского конфликта в Северную Осетию. С 1995 года семь раз выезжал в служебные командировки в зону боевых действий в период Первой и Второй Чеченских войн. Восьмая командировка на войну началась 22 июля 2002 года. Сергей Перец командовал группой в сводном отряде ОМОН Вологодской области и был наиболее опытным командиром в отряде. 16 августа 2002 года Вологодский ОМОН получил радиосообщение. Омский ОМОН попал в засаду в селе Шаложи. Просим подкрепление. На помощь выехали 4 бронетранспортера 47-го полка оперативного назначения внутренних войск и 9 добровольцев из состава Вологодского ОМОНа. На окраине села Шаложи Сергей Перец, находившийся на броне головного БТР, первым заметил выдвигающийся к дороге на перерез колонне отряд боевиков. Он открыл огонь и не позволил боевикам расстрелять колонну из засады. Однако ответным огнем боевики заставили колонну остановиться и принять бой. В ходе боя головной БТР был отрезан огнем от основной колонны. Три часа продолжался неравный бой. Сергей Перец получил в бою осколочное ранение от разрыва гранаты, но продолжал командовать бойцами. Благодаря умелой организации боя капитана милиции Перцем, боевики не смогли не только уничтожить колонну, но и не смогли нанести больших потерь. Бойцы умело отбивали огнем все их попытки приблизиться к своим позициям. Когда получил ранение один из его подчиненных, прапорщик милиции Юрий Фролов, Сергей Перец под огнем вытащил его из-под огня в укрытие. При возвращении из укрытия к остальным бойцам для продолжения боя, Сергей Перец был убит выстрелом снайпера в голову. Буквально через несколько минут после гибели командира к окруженной группе прорвалось подкрепление. Бандиты в спешке отступили, потеряв пять человек убитыми и семерых ранеными. Со стороны силовиков погиб капитан милиции Перец и получили ранения средней и легкой тяжести двое бойцов. Похоронен Сергей Перец на кладбище номер один в Череповце. Указом президента Российской Федерации за номером 1314 от 8 ноября 2003 года за мужество и героизм, проявленный при выполнении служебного долга в Северокавказском регионе, капитану милиции Перцу Сергею Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Также Сергей был награжден орденом мужества, медалями, в том числе медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, с изображением мечей, медалями за отвагу и за отличие в охране общественного порядка. Именем Героя в Череповце названа улица. В музее Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказания России размещена памятная экспозиция. В селе Краснощелье Мурманской области состоялась торжественная церемония присвоения местной школе имени Героя Российской Федерации, сотрудника ОМОН города Череповца Сергея Перца. Именно здесь с 1978 по 1986 год проходил школьное обучение будущий командир моторизированного взвода Череповецкого ОМОНа Сергей Перец. Продолжение следует...